Время новостей на канале НТР, в студии Алсу Юматова. Здравствуйте. В этом выпуске из Бегишева в Турцию увеличился пассажиропоток и у православных большой праздник. Граждане Турции уезжают на родину. Ответом России на атаку турецких ВВС на российский военный самолет стал ряд ограничений в отношении Турции. В частности, с 1 января 2016 года будет запрещено нанимать работников из числа граждан Турции. Уже сегодня часть турков, работающих в Нижнекамске, спешно сворачивают свой бизнес, разрывают трудовые контракты и улетают из страны. Но есть и такие, кто напротив едет обратно. Подробности в вечернем выпуске новостей. На проспекте Химиков в районе телецентра произошло ДТП. Случилось все накануне в 11 вечера. Однако, последствия аварии не устранены до сих пор. У проезжей части лежит опора линии электропередач. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Лифан не справился с управлением. Машину занесло и она въехала в стоп. Пострадавших нет. А вот провода висят до сих пор. Сейчас ведутся работы по устранению неполадок. Новую опору обещают установить только на следующей неделе. Сегодня православная молодежь из девяти районов Татарстана собралась для общей молитвы. В христианский праздник «Видение во храм Пресвятой Богородицы» епископ Пармен возглавил литургию. Этот день особенный еще и потому, что в храме Покрова Божьей Матери в Большом Афанасово осветили в диакон руководителя местного молодежного православного отдела. После общей молитвы состоится игра «Что, где, когда» и завершится все вечером литературно-музыкальной программой. Сегодня хоккеисты «Нефтехимика» в рамках регулярного чемпионата проведут очередной выездной матч. В Москве подопечных Крикунова примет «Спартак». Для обеих команд последние игры складываются неудачно. «Нефтехимик» в предыдущей игре крупно проиграл «Магнитогорскому металлургам» со счетом 0-5, а «Спартак» с таким же счетом в СКА. Матч «Нефтехимика» и «Спартака» начнется сегодня в 19.30. О погоде в Нижнекамске минус один, возможен снег, а в следующем выпуске мы расскажем. Инвалид стал жертвой мошенников и как принять участие в акции «НТР стань Дедом Морозом». Напоминаю, что связаться с нами можно по телефону 40 07 70 или пишите нам на сайт ntr tv.ru. С вами я не прощаюсь. Увидимся на канале НТР уже в ближайшее время. Субтитры создавал DimaTorzok